Евгений Гуцало из книги «Ментальность Орды». Статья «Рабы-рабов» или «Какую Россию мы потеряли?» Народный перевод с украинского. Часть первая. Как будто неумолимый адский дух снова и снова возвращает бытие на круги своя. Неумолимый пророческий экклезиаст. Сколько Россия знала всевозможных смутных эпох, проносившихся сквозь ее историю с жуткой периодичностью кометы Галлея. И хочется ошибаться в своем впечатлении, что ныне мы снова являемся свидетелями злого явления кометы Галлея, которая в ее злой истории своим смертельным хвостом всегда задевала нас. Мы никак не могли спастись из ее силового поля. Под статьей Александра Герцена «Семь лет» речь о семилетии журнала «Колокол» стоит дата 1 июля 1864 года. Написано давно и о тогдашней России, а читаешь, как о сегодняшней. Он, демократ в изгнании, в 1855 и 1857 годах видел просыпавшуюся Россию. Новое время ощущалось во всем – в правительстве, в литературе, в обществе, в народе. Много было неудобного, неискреннего, грустного, но все чувствовали, что тронулись и пошли. Немая страна приучалась к слову, страна канцелярской тайны к гласности, страна крепостного рабства сетовала на ошейник. Правительство совершало, как много нагрешившие иерусалимские паломники, три шага вперед и два назад. Один вперед все же оставался. Партия дураков, партия стариков была в отчаянии. Крепостники притворялись конституционными либералами. С половины 1862 года ветер подул в другую сторону. На неполное освобождение крестьян потратились все силы правительства и общества, и заторможенная машина двинулась назад. Предусматривал ли кто-нибудь кровавую грязь, в которую Россия въехала по ступице всеми четырьмя колесами? Конечно, это Русь-тройка, благодаря таким кучерам, как Муравьев и Лакей-катков, который подстегивал. Предполагали ли они, что смертная казнь станет обычным ежедневным делом, что военнопленных будут расстреливать, что раненых будут вешать, что разовьется литература доносов, и она станет литературой дня, что речь журналистов оподлиться до языка сварливых будочников и жандармов, что люди, разворачивая газеты, будут оказываться в прихожей третьего отделения. Палачи карают лихорадочно, становятся виртуозами, идут дальше приказа. Герцен пишет, «Мы не можем привыкнуть в этой страшной, кровавой, безобразной, бесчеловечной, наглой на язык России, к этой литературе фискалов, к этим мясникам в генеральских аппалетах, к этим квартальным на университетских кафедрах. Ненависть, отвращение вызывает к себе эта Россия. От нее горишь тем разлагающим, отравляющим стыдом, который чувствует любящий сын, встречая пьяную мать свою, кутящую в публичном доме». Конец цитаты. Безнадежно, не правда ли? Но Герцен тогда, в 1864 году, все же не потерял надежды, заглядывая в будущее и, конечно, в сегодняшний день. Цитаты. «Терпи теперь, народ русский, на чужом перу похмелье, неси на могучих плечах твоих, как богатырь-каторжник. Тебе насильно брили лоб, насильно дали ружье, и ты пошел, бессмысленно слушаясь, убивать и грабить с голода». Поднимается и растет на свет новая Россия. Эту новую Россию Россия подлая показывала народу, выставляя Чернышевского на позор. «И не хотим больше не исправлять неисправимых, не лечить неизлечимых, а хотим вместе с ними работать над отысканием путей русского развития, над разъяснением русских вопросов». Конец цитат. «И работали многое и по-всякому с оптимизмом, с чувством исторической перспективы, заботясь и о путях русского развития в кавычках и о русских вопросах в кавычках, которые были и оставались злободневными. И где с плодами такого труда оказались в 1917-м? И где с плодами такого труда оказались сегодня? И где с плодами такого труда окажемся завтра? Поддаться или не поддаться неутешительным ответам, которые дает история?» Историк Погодин говорил о «зыбкости» в кавычках русского народа. Западники уже говорили о кавычке «калужском тесте» кавычки. Говорилось о засилии государства, о необходимости любой революции сверху. Кстати, отмена крепостного права — это же революция сверху. Так называемая Октябрьская революция — это путч, революция сверху. События августа 1991 года — это путь, революция сверху. Историк писал, «В насилии над народом виноват до этого всего люд, не люд даже, а какая-то этнографическая протоплазма». Кавычки. Итак, мы видим «зыбкость», «калужское тесто», «какая-то этнографическая протоплазма». В 1850 году Герцин писал, «Россия могла быть спасена методом развития общинных учреждений либо установлением самодержавной власти одного лица. События сложились в пользу самодержавия. Россия была спасена. Она стала сильной, большой, но какой ценой? Это самая несчастная, самая порабощенная из стран земного шара. Москва спасла Россию, задушив все, что было свободного в русской жизни». Конец цитаты. Экстраполируем слова Герцена на то положение дел в России, которое сложилось после февральской революции, а затем после октябрьского переворота. империя распадалась, распалась и спас ее Ульянов Ленин путем исконного стремления России выйти на окраины, в кавычках, то есть путем повторной агрессии в отношении народов, рвавших колониальные путы. Итак, Москва спасла Россию, кавычки, задушив все, что было свободного в русской жизни, кавычки, и, конечно же, не только в русской жизни, но и в жизни, кавычки, народов России, кавычки, которые из-за народа не считались, а за хохлов, басурманов, туземцев, дикарей, неверных, поганых. И Россия опять стала, кавычки, самой несчастной, самой пробощенной из стран земного шара, кавычки. Это уже в который раз? Так что же выходит? Выходит, что нет для России других форм государственного существования, как фатально пытаясь остаться великой империей, быть, кавычки, самой несчастной, самой порабощенной из стран земного шара, кавычки, ахилые попытки демократизоваться, то есть жить по мировым нормам этики, то есть не скакать по-буслаевски поперек камня, в кавычках, как скачет только она сама, а вдоль как-то в силу здравого смысла скачут все. Хилые попытки достичь экономического благополучия и счастливой народной жизни неизбежно ведут опять же к распаду империи, к упадку великой России, в том смысле, как это понимают великороссы-патриоты. октябрьский путь 1991 года в Москве в ГКЧП это традиционная конвульсия катаклизм, стремление реанимировать великую Россию, то есть СССР. Москва снова спасала империю, чтобы задушить все, что свободно в русской жизни, чтобы остаться самой несчастной, наиболее опробощенной страной земного шара, где бы речь не шла ни о демократии, ни о благополучии. И вот теперь СНГ, зона интересов России, та же самая сказочка о белом бычке. Москва спасала и спасает империю, Великороссия хотела и хочет остаться наиболее опорвощенной страной, хочет задушить все свободное на своей территории и на чужих, считая их своими. И возвращаются к вечному, кто виноват в трактовке историка Кавелина. Цитата. В насилии над народом виноват прежде всего народ, не народ даже, а какая-то кавычки этнографическая протоплазма кавычки. Продолжение следует... Продолжение следует...